приветствую всех на моем канале с вами свет уж друзья сегодня я хочу показать вам какие брошки я получила от светланы из днепра из ее интернет-магазина мир брошки на инстаграме как вы знаете винтаж была не моя тема но потихоньку он меня затягивает перед тем как смотреть брошки я хочу показать вам два украшения которые я уже сделала из винтажных материалов этот кулон многие из вас уже видели я показывала его в коротком видеошот но решила все-таки показать снова и рассказать немного более подробно о нем вставка для кулона послужила чешская винтажная пуговица из черного богемского стекла она называется оникс и это выгравирована на ее изнанке расписана она вручную золотом и серебром возможно у нее у этой пуговицы еще нет винтажного возраста такие пуговицы делали и в 90-х и даже в некоторых маленьких мастерских делах до сегодняшнего дня но молды для них используют винтажные и образцы для этих пуговиц и могут быть и антикварные и винтажные как вы видите я подобрала материал очень тщательно к рисунку этой пуговицы вот здесь вот здесь заказ заканчивается пуговица и дальше идет бисерная вышивка бисер я использовала черный цвета металлик и цвета состаренного золота здесь еще кроме бисера двух размеров здесь пятнашка 11 есть еще черная рубка а по краю я пустила чешские бусины так называемые гречка на английском они называются пинч биц по-чешски поганка я очень люблю эти бусины я давно их использую но в основном плела из них сгутики а последнее время начала использовать вышивки особенно удачно с ними получается обрабатывать край кулонов и брошек получается очень аккуратно и изысканно бейлик из тибетского серебра по моему очень подходит к бусине изнанка натуральная кожа подвешен кулон на трех кожаных шнурках которые я тоже подобрала по цвету как вы видите цвет темного серебра темного золота и черный ну такая простая застежка я люблю обычные лобстеры потому что тогда можно поставить удлинительную цепочку и регулировать длину кулона этот кулончик я сделала на заказ у меня уже был подобный кулон сейчас покажу вам его фотографию и видно что эти оба кулона они сделаны конечно из одинаковых пуговиц видно что они сестрички но все-таки не близне шки а теперь полюбуйтесь старым кулоном подвеска для него послужила винтажный винтажная подвеска которую я купила у светланы и она пришла ко мне в прошлой посылке ссылку на это видео где я показывала этот кулон и другие винтажные брошки я дам в инфобоксе если не видели посмотрите этот кулон сделан в технике перегорочатой эмали клоазане 70-е годы я нашла подобный кулон магазине на etsy но страну изготовители а точно не знаю если знаете напишите возможно англия там делали много украшений в этой технике возможно сам китай потому что техника издревле было очень почитаемо в китае цепочку для этого кулона я сделала тоже частично из винтажных бусин вот эти бусины кораллового и бирюзового цвета я заказала у ольги из чехии и совсем недавно у меня было видео с распаковка этой посылки я показывала уже эти бусины если не видели посмотрите они разного размера здесь по цвету точно точно подходят под цвета кулона эту золотую бабочку позолоченную gold plate я сюда подвесила мне кажется она очень хорошо вписалась вот тут еще бусины сделаны тоже в технике клоазане я не поручусь что они винтажные я их заказывала довольно давно в интернет-магазине тогда винтажом еще не увлекалась но очень похоже что у них уже тоже есть приличный возраст эти трубочки сплетены стекляруса совсем недавно я увидела на канале у одной мастерицы мастер-класс на тему трубочек и других и других изделий стекляруса и как раз и мне очень пригодилась эта идея я подумала что сюда это очень хорошо впишется замочек тоже обычный лобстер чтобы можно было удлинять цепочку и вот в конце цепочки я подвесила тоже бусину клоазане к этому кулончику в комплект я сделала серьги вот такие изысканные листики золотого цвета тоже такое светлое золото как и на кулоне как и точно как этот бисер такие простенькие серьги но смотрятся очень изысканно обычно я не снимаю распаковки но в этот раз я не выдержала получила посылку от светланы из днепра с винтажными брошечками вы посмотрите как все это упаковано сверху было конечно еще коробка и все это накручено но это было не интересно вот смотрите открываем коробочку и что мы видим тут а мы видим брошечки смотрите как красиво завернута каждая брошка я не буду сейчас все распаковывать парочку мы посмотрим вместе остальное я распакую и покажу вам потом вот так завернута каждая брошечка вот посмотрим тоже тут внутри вот пустая коробочка а теперь я раскрою все брошки и потом вам их покажу украшений в посылке было так много что я решила их разделить на две части в первой части я покажу вам брошки с очень интересными вставками которые мне особенно нравятся а ко второй части заодно может быть что-то еще новенькое сделаю и добавлю к показу винтажных брошек перед вами брошка расписанная вручную стиле петриковской росписи необыкновенно красивая в рамке эта рамка напоминает мне это брошь с этой рамкой напоминает мне картину в раме это конечно советская брошь на ней даже сохранилась написано цена 3 рубля у меня было отдельное видео в котором я рассказывала про петриков скую роспись поэтому сейчас не буду на этом останавливаться и если вы не видели я дам ссылку в инфобоксе обязательно посмотрите там очень много интересного об этом необыкновенном виде народного творчества следующая брошь с очень интересной вставкой в виде камеи я очень много видела украшений с камеями с изображениями девушек и даже юношей но с цветами по моему это довольно редкая брошь значит черное стекло на черном стекле золотая роза с зелеными золотыми листиками очень красивая ажурная оправа такая вот изнанка интересная как вы знаете европейские броши чешские австрийские и других стран изготовители винтажные почти никогда не маркировались поэтому все броши у меня без маркировок но если вам что-нибудь известно о них пожалуйста напишите мне в инфобоксе я буду очень благодарна года изготовления стран страну изготовителя буду благодарна любой информации вот еще такая очень интересная брошь сделана в технике перегорочатой эмали по металлу клоузане я от нее просто восторге никакой маркировки тоже нет брошь похожа на английские броши fish and crown я я знаю что их очень часто тоже не маркировали брошь с фарфоровой вставкой в оправе из металла видно что она очень винтажная на ней написано цена 280 но я не уверена что она советская что скажете очень красивый рисунок я ее пыталась чистить немного помыла почистила но все равно чернота еще осталось две брошки тоже фарфоровые одна побольше другая поменьше лиморский фарфор расписанные картинами в стиле фрагонара я думаю это деколь предыдущая брошь я не уверена возможно это ручная роспись и но точно не знаю непонятно эти точно деколь очень интересные броши то что поменьше в лучшем состоянии вот практически в идеальном состоянии это немного более заношенная но мне кажется у них уже довольно приличный возраст у всех трех а это небольшая брошь со вставкой из черного стекла и жемчужиной в центре оказалась настоящим сокровищем это брошь британской компании сфинкс вот на изнанке ее номер и 2023 я нашла в интернет магазине точно такую же брошь она датируется 1950 годом напомню пару слов об этой компании это известная британская компания была основана в 1948 году и производила бижутерию отличного качества и дизайна основной целью которая была максимально приблизиться к ювелирным изделиям в дополнение к своей собственной линии они производили украшения для многих дизайнеров домов мод и торговых марок европы и ша еще одна брошь довольно интересная это круглая металлическая брошь тоже небольшая с золотой рисунок это золотая деколь на эмали если честно я хочу из нее сделать и ее использовать для какого-то своего украшения бисерного для брошки или кулона как-то очень мне не хватает здесь оправы надеюсь что вы отнесетесь с пониманием к моей идее а это брошь с тремя вставками из овальных кабушонов и художественного стекла очень красивого внутри как будто цветы и три таких прозрачных кристалла я думаю это чехословакия или возможно другая европейская брошь может быть германия напишите если знаете по моему тоже очень хороша очень красивая брошь в ажурной оправе цвета состаренного золота то что называют антигольд и кабушоны из художественного стекла тут еще два маленьких страза оливкового цвета похожи на камешки хризалит вот изнанка я думаю что это старая чехия так мне сказала продавец и я с ней согласна вот еще одна очень интересная брошь полностью сделана из темно-зеленого в разводах стекла то что называется глушенное стекло поправьте меня если я ошибаюсь а сверху рамка металлическая рамка в виде венка из цветов под серебро мне очень нравится изумительно красивая брошь мне кажется тоже старая чехия или чехословакия если она сделана позже в 50-х годах 50-х 60-х и вот еще одна брошь тоже скорее всего чехословакия с огромным кабушоном из художественного стекла очень красивый в разводах тоже ажурная оправа и несколько кристалликов оливкового и изумрудного цвета изнанка такая ажурная я не знаю это чехия или или германия напишите если знаете цвет тоже состаренного золота а в конце видео я приготовила показать вам эту очень красивую яркую жизнерадостную брошь с тремя эмалевыми птичками зелеными листиками шишками вот такие маленькие красные кристаллики она выглядит совершенно новой но для современной мне кажется она очень изысканно сделана и продавец сказала мне что это винтаж на этот раз мне точно понадобится помощь зала для ее идентификации а это все что я приготовила вам показать сегодня спасибо что досмотрели до конца подписывайтесь на мой канал если еще не подписались нас ждет впереди очень много интересного а я с вами не прощаюсь до встречи в следующем видео всем пока